Прямая линия с главой республики завершилась. Она длилась более трех часов. Количество обращений от местных жителей перевалило за три тысячи. В основном вопросы казались социальных сфер, а именно состояние дорог, жилья и воды. К примеру, на прямой линии был поднят вопрос достройки очистных сооружений, которые позволили бы положительно повлиять на качество воды в республике. В Дагестане четыре таких объекта. Они простаивают около десяти лет. По словам Меликова, сейчас региональные власти совместно с федеральным центром работают на создание схемы водоснабжения. Это позволит решить проблему на годы вперед. Сейчас, благодаря тому докладу, который мы произвели в сайте федерации, получили средства на корректировку этих проектов. Потому что, вы знаете, строительство мы их тоже не можем. Потому что в 2008 году численность населения в том или ином городе была вот такая, сейчас вот такая. Объем потребляемой воды был такой, а сейчас он увеличился. Значит, объем очистки этой воды тоже увеличился. Если мы сегодня продолжим строительство того, что мы начали в 2005 году, оно эффекта должного не даст. Значит, нужно провести перепроектирование, нужно провести новые расчеты по этому проекту. Были подняты проблемы и в сфере туризма. Так, телеканал ННТ подготовил сюжет о важности организации комфортной и безопасной инфраструктуры на объектах туристического показа. Нередко на турмаршрутах происходят несчастные случаи со смертельным исходом. Вот эти объекты инфраструктуры на маршрутах, на вот этих кластерах, конечно, необходимо иметь, создавать и содержать их в надлежащем состоянии. Нам нужно в этом плане тоже четко отработать правила игры. И по этим правилам в этом году я обратился к руководителям муниципальных образований, чтобы именно они обратили внимание на комфортные условия для тех людей, которые к нам приезжают. После прямого эфира вопросы Сергея Меликову смогли задать и журналисты. По завершении онлайн-общения был организован пресс-подхода. Здесь удалось получить ответ на вопрос, который более всего волнует махачкалинцев. Стоит ли ждать реконструкции проспекта Имама Шамиля? Скажите, пожалуйста, какова судьба этого проспекта и ждать ли нам вообще его реконструкцию? Конечно, ждать. Вот я в прошлом году, откровенно говоря, приостановил вложение федеральных денежных средств, планировал 60 миллионов вложить в ремонт проспекта Шамиля. Но не было ни концепции по ремонту, ни четкого устойчивого проекта. Знаете, извините за выражение, так, наляпать ямочный ремонт в начале, в середине, в конце. Либо мы это начнем делать в этом году, либо мы в этом году будем делать хороший проект. И это часть вопросов, которые были озвучены на прямой линии с главой. Некоторые из них Сергей Меликов поручил ответственным ведомствам решить на местах и оперативно. А проблемы, озвученные жителями, касаемо ЖКХ, мусора и земли, руководитель республики отметил, что решить их здесь и сейчас невозможно по объективным причинам. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.